Глубокие ямы, высокие стены и многое другое. Плоса препятствий, состоящая из нескольких испытаний, это лишь первый этап соревнований и хорошая физическая подготовка, залог победы и успешной работы бойцов групп задержания. Поэтому и тренироваться приходится постоянно. Знания и умения их, они, конечно, помогут защитить не только собственную жизнь, но и жизнь, собственно, горожан, тех, кто проживает в сельской местности. Потому что зачастую вне ведомственной охраны, это единственное подразделение войск национальной гвардии, которое находится на скрепленной территории. Ни секунды на отдых. Впереди еще несколько испытаний. В считанные минуты бойцам необходимо добраться до объекта, откуда поступил сигнал тревоги, и осмотреть его. В этот раз обошлось, но, как правило, в работе задержание проводится практически ежедневно. Нередко приходится использовать и табельное оружие, а значит, и огневая подготовка должна быть на высшем уровне. Поразить мишень бойцам нужно с 10 метров. С заданием справились все без исключения. В соревнованиях приняли участие 15 групп задержания из подразделения региона. Итак, третье место у Сызрани, второе у Кенеля. Победителем стала команда межрайонного отдела вне ведомственной охраны из Тольятти. Лидеры стали обладателями переходящего кубка. Хотелось победить. Ну и получилось. Настрой еще больше увеличился. Будем готовиться. И в свободное время будем готовиться, в рабочее время будем подготавливаться к дальнейшим соревнованиям. Сильнейшим командам вручили дипломы, а победители совсем скоро будут защищать честь региона на всероссийском конкурсе в Воронеже. Павел Баймаков, Александр Каракулько. Новости губернии. Катер Дугла дошел, побернись, посмотри где у тебя старший.